привет всем мы продолжаем исследовать как изображала ссср американская пресса в частности тайм у нас уже были выпуски посвященные молотова василевскому сегодня выпуск посвященный маршал урокосовскому предварительно буквально несколько слов у него была уникальная судьба уникальная она была в том что его обвинили в шпионаже в пользу польши и японии дело в том что он по происхождению был поляк как вспоминал уже внук рокоссовского все обвинения строились на доносе адольфа юшкевича который тоже был поляк но рокоссовский то знал что на тот момент юшкевич был числе погибших под перекопом и он говорил ну вот вы мне приведите этого юшкевича тогда я собственно все подпишу и когда начали вы снять оказалось что юшкевич тоже данным-давно мертв это не спасло рокоссовского жестких побоев ему по ряду данных сломали триеры три ребра выбили передние зубы несколько раз выводили на расстрел и даже колосили молотком по пальцам ноги из-за чего ему потом в дальнейшем пришлось носить ортопедическую обувь а затем выпустили извинились отправили на лечение на юг советского союза и как уже говорила вспоминал точнее в ряде документальных фильмов внучка рокоссовского но всегда был собой пистолет когда спрашивали для чего он говорил ну если придут еще один раз живым не дамся причем в одном документальном фильме я слышал что это тот самый пистолет который принадлежал генералу паулюсу захваченному под сталинградом паулюс лично вручил свое табельное оружие рокоссовскому и вот собственно его то он с собой и носил во время войны по воспоминаниям героя нашего предыдущего выпуска маршала василевского рокоссовский был одним из самых любимых военачальников в красной армии помимо упомянутой сталинградской битвы но он до этого естественно отличился в битве за москву я не буду сейчас подробно обо всем этом рассказывать не этому посвящен наш выпуск но все естественно выделяют операцию по освобождению беларуси багратион рокоссовский предложил применить инновационный метод обычно практиковался главный удар он предложил сделать два главных удара и есть история знаменитая как он приходил с этим с этой идеей к сталину сталин просил его выйти подумать над своим предложением рокоссовский выходил возвращался наставил на своем сталин предложил ему еще раз выйти рокоссовский еще раз вышел подумал вернулся опять продолжал гнуть свои линии ну и тогда сталинскому раз рокоссовский настаивает что же давайте действует так как он считает нужным в конце войны произошел определенный кульбит рокоссовского перевели на 2 белорусский фронт а на 1 белорусский фронт был назначен его давний знакомый жуков есть разные версии почему это произошло одна из версий гласит о том что сталину не хотелось чтобы берлин брал поляк ему хотелось чтобы брал природный русский а было понятно что именно первый белорусский фронт выйдет на берлин рокоссовский спросил у главнокомандующего за что ему такая участь но сталин его как мог успокоил в итоге рокоссовский оказался в польше и затем уже после войны он собственно был маршалом польши единственный вообще в истории ссср одновременно маршал советского союза и маршал польши рокоссовский был помимо всего прочего награжден очень интересным орденом который называется орден бани the most honorable order of the bath это британский рыцарский орден который был учрежден еще георгом первым в 1725 году столь странные для нас названия связаны на самом деле с обрядом древнего рыцарства им нужно было провести ночь в посте в бдениях ночных и они собственно купались перед тем как непосредственно стать рыцарем именно с этим орденом рокоссовский вышагивает на знаменитой фотографии сделанной на фоне совершенно убитых брендербургских ворот после великой отечественной войны во времена хрущева ну есть кому информация о том что хрущев в эпоху так сказать развенчание культа личности хотелось чтобы рокоссовский что-то тоже там сказал написал но рокоссовский ответил жесткое нет и за это ну конечно против него не было никаких репрессий но он скажем так пострадал с точки зрения карьеры не только он как вы знаете еще и жуков а жуков и кстати у нас тоже будет отдельный выпуск потому что он также присутствовал на обложке журнала time но сейчас запаситесь попкорном потому что мы переходим непосредственно к обзору этого журнала этого выпуска этого журнала я хочу сказать естественно было переведено не все иначе выпуск занял бы там не знаю несколько часов по традиции хочу поблагодарить владислава мартынова за монтаж того что последует дальше даниила даманевского за перевод на фото маршал рокоссовский подпись под фото маршал красной армии рокоссовский гитлер разрушил немецкую армию реклама консоли дейтед вулти эркрафт обратите внимание на первого персонажа на этой картинке это советский рабочий он живет сибирском городе якутск всего 28 часах полета из вашингтона за 37 часов из канзас сети можно прилететь вот этому китайскому студенту из чункинга офис этого газетного издателя расположен в калькутии в 41 часу полета от нью-йорка на аляске эскимосы живут неподалеку от фэрм бэнкса всего в 13 часах от чикаго на самолете 23 часовой полет из бостона доставит вас сан-пауло где находится офис этого оптового продавца кофе тихоокеанский атолл на котором живет этот фиджиец всего в 34 часах полета от дэнвера никто не живет более чем 60 часах полета от вашего аэропорта тут в индии многое отличается от нашего дома валтуни написал 19-летний сержант ввс сша своей маме проживающий в пенсильвании за всю свою жизнь этот молодой парень никогда не покидала родного питтсбурга пока не полетел в индию на бомбардировщики liberator для него и сотен тысяч американских мальчишек индия это далекая страна где-то там далеко за океаном он видел ее в новостях и кинохроники в учебнике по географии он даже выучил что-то о природных богатствах индии и как они смешно одеваются весь мир такой какой он есть такие письма из-за границы рассказывают о жизни работе людей которые живут далеких и странных местах которые этот юноша и не мечтал увидеть и меняет представление и мышление своих друзей и близких об окружающем мире сегодня это происходит по всей америке когда наши ребята вернутся домой из индии китая из британии из дач-харбора из австралии северной африки они будут думать о мире именно так как он устроен на самом деле не как об изолированных континентах или отдельных полушариях объединение народов чью индивидуальное благополучие в будущем будет зависеть от благосостояния каждого из них наши парни знают что по-другому быть не может ведь ни одна точка на земном шаре находится дальше чем 60 часах полета от вашего местного аэродрома реклама electric boat company американские подводники топят японцев месть на тихом океане три вражеских боевых корабля одновременно потоплены одной американской подлодкой 400 тысячи тонн японских транспортника потоплены в течение двух с половиной часов треть конвоя из четырех судов и эсминцев сопровождения отправлены на дно именно такой возмездие вершат наши подводники над вероломными японцами нанося удар там где больнее всего затопляя столь необходимый японцам суда прямо у них на заднем дворе наши моряки как никто другой оттягивает войну к родине противника смело офицеры экипажа и наших подлодок ведут свои суда прямо к побережью японии там они выжидают прихода и выхода кораблей из японских портов и атакует их прямо на глазах у пораженных и пушек на берегу время от времени им удается пройти прямо в порт и уничтожить корабли и береговые сооружения торпедами и пушками к моменту выхода этого номера в печать в мае в сша официальном комментике доложила о потоплении нашими подлодками 277 кораблей судов японцев с начала войны самыми быстрыми безопасными комфортабельными и свертоносными подлодками на планете а благодаря покупке вами военных облигаций все больше и больше таких подлодок сходят со стапеля electric boat company вступают в бой по всему миру три корабля 3 свечки коки подводники испытывают особую гордость за приготовление соблазнительных блюд своих компактных кампусах а в ма следит за тем чтобы у них была самая качественная еда на всем флоте помимо хорошего питания моряков подводников есть еще целый ряд привилегий повышенная на 50 процентов зарплата приятная неформальная жизнь помещение с кондиционером возможность изучения дизельных двигателей и другой интересной техники естественно захватывающие боевые действия битва за россию улицы харькова подпись под фото крепости сами будут падать девушка поцеловала солдата на прощание стоя поздней ночи у крыльца и когда он ускользнул в туман в окне зажегся свет и девушка написала солдату что их мечты станут явью что любовь и никогда не умрет а свет никогда не погаснет теперь солдат сражается с новой силой за страну и за свет эти нескладные сентиментальные стихи опубликовала газета правда как источник вдохновения для красной армии которая чуя запах победы всю прошлую неделю переламывала хребет армии которая всего три года назад считалась самой умной на планете простодушный солдат сентиментальной девушки во второй раз за 6 месяцев вышел за харьков отбрасывая силы вермахта он отбросил немцев от сталинграда почти на 450 миль дойдя почти до днепра потом был вынужден отступить когда растянулись линии снабжения затем вновь обрушил удар полтаве и днепру в то время как умные немцы в ходе отступления перегрузили все дороги единственную железную дорогу далее на севере в прошлом месяце солдат девушки повел атаку на орел начался пустошительного артобстрела по некоторым сообщениям на одну милю фронта приходилось до 3000 стволов орудий сейчас он поджимает молодых немецких новобранцев к брянскую каждый день борется с тысячей немецких самолетов которые пытаются остановить его продвижение севернее брянска солдат девушки атаковал под спас деменском именно спас деменск а не спас демьянск по сообщениям немцев солдат девушки планирует еще одно наступление в районе ладожского озера если это правда то он проводит крупнейшее наступление русских за всю войну на всем тысячемильном фронте если после харькова в руки красной армии попадет полтава то солдат девушки станет угрожать и киеву и во всем немецким войскам в крыму и на берегу дона если пойдет брянск красная армия сможет повернуть на северо-запад к смоленску к нервному центру немецкой оборонительной системы берлинский корреспондент в купленный нацистами стокгольмской газете dax post он передает если немецкая армия не сможет сдержать русское наступление то германия рухнет не только красные солдаты но и фашисты начинают видеть свет из окна девушки задача все заявления русских указывают что теперь задача красных это уничтожение армии противника армейская красная звезда передает нашей основной задачей является предотвращение бегство противника уничтожения вооруженных сил врага когда они будут разгромлены крепости сами будут падать результат может быть одинаков если красная армия уничтожит немецкую или просто отбросит ее назад если украина будет отбита линия фронта отброшена обратно к польше то где-то по дороге у немца просто может сломаться воля к сопротивлению большая неизвестность красная армия которая сегодня грозит германии полным разгромом все еще остается большой неизвестностью этой войны как ее не до оценивали в начале войны так и и могут переоценивать сейчас согласно военным комментатором красных события развиваются так только благодаря великолепной стратегии сталина о грубых ошибках почти ничего не известно но немного известно об уроках которые русские извлекли в постижение искусства войны которыми они теперь очевидно владели всего нескольким американским и британским журналистам до горстки гостящих больших шишек показали несколько маленьких участков большого фронта это в большинстве своем только после того как происходило сражение некоторые военным наблюдателям союзников британцам и американцам было разрешено поехать на фронт изучить как воюет красная армия иосиф сталин просит оружие и еду постоянно просят открыть второй фронт он до сих пор прижимает свои карты слишком близко к телу исходя из географии времени поведения противника союзники смогли сделать несколько железных выводов мир знает что немцы успели оккупировать и сколько времени им для этого потребовалось весь мир видит что атаки немцев уменьшается в размерах и эффективности видит что русские отвечают с постоянно растущей силой и эффективностью слабость немцев или сила русских эти факты рассказывают историю немецких потерь истощение немцев еще это убедительное доказательство того что русские в полной мере освоили искусство современной войны и применение этого нового оружия как например массовые танковые соединения или например применение старого оружия как например кавалерия но остались еще вопросы без ответа насколько спад немца связан с тем что гитлер завалил слишком большую задачу на германию насколько этот спад связан с тем что у немцев не было достаточно снаряжения чтобы бороться в затяжной войне и тем самым они были вынуждены довольствоваться тем военным снаряжением что есть точнее что осталось после того как они смогли обеспечить победу в 1941 году. Насколько спад Германии связан с тем, что русские смогли их перехитрить и победить? Следующие несколько недель смогут частично ответить на эти вопросы. Война в России еще не выиграна, поскольку Германия исчерпала себя, пытаясь вести войну с Россией на полуторатысячной километровой линии фронта. Так и Россия, несмотря на колоссальные людские ресурсы, может проиграть точно так же эту войну, если боевая мудрость русской армии не окажется достаточно способной, чтобы предотвратить такой сценарий. Спад Германии отчасти связан с тем, что длительное наступление, которое они проводили, оказалось более дорогостоящим для них, чем для обороняющихся русских. Победа России теперь зависит от умения русских генералов сделать оборону для немцев тоже более дорогостоящей, чем наступление для русских. Лидеры. Военная мудрость, от которой все зависит, должна прийти из голов российских руководителей. Частично она должна прийти от Советского Верховного Главнокомандования. Маршалы Сталин, Шапошников, Жуков, Ворошилов, Осилевский, Воронов, Новиков. Вторая же часть должна исходить от руководителей, которые действительно добились побед России на поле боя. На фото слева динамика линии фронта с ноября 1942 года по август 1943. Среди них выделяется историческая тройка, которая вместе боролась при осаде Сталинграда и последующем контрнаступлении. Генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов, генерал армии Николай Федорович Ватутина и генерал армии Константин Рокоссовский. Они совместно с генерал-полковниками Василием Соколовским и Иваном Коневым были выбраны для командования прошедшим в прошлом месяце контратаки на Орел и Белгород. Они разбили короткое летнее наступление немцев в 1943 году и превратили этот успех в натиск русской армии. Именно эти самые командиры вместе с другими неизвестными за пределами России являются движущей силой сталинской Красной Армии. Бывшая Красная Армия была неуклюжая, вялая, подразделенная на три группы армии. Теперь формируются в относительно небольшие ликвидные группы, которые можно собирать и делить по мере необходимости. Эти тактики и техники войны могут бросить три, пять или семь групп на решение одной задачи, а затем перегруппировать и развернуть их в другом направлении. Из этих полководцев одним из самых талантливых является голубоглазый высокорослый Рокоссовский. В его послужной список входят не только Орел и Сталинград. Также он командовал одной из семи армии, которые спасли Москву в ключевом сражении 1941 года. Русские газеты отметили его способность воодушевлять своих бойцов, извлекать уроки в ходе боевых действий, мастерской владения всеми родами войск и способность перехитрить немцев. По темпераменту и физическим данным он является продуктом России, огромный и полный энтузиазма, любящий ликер и женщин и просто сердечный человек. В военном плане он продукт советской системы. Он учился воевать на фронтах Первой мировой, Гражданской войны 1918-1920 годов и Русско-Польской войны 1920 года. Он изучал танковую и воздушную войну в колыбели советских генералов, военной академии имени Фрунзе. Похожий на священник, Рокоссовский участвовал в Великой битве под Смоленском июле 1941 года, которая оказалась первой победой немцев. Он осознал сущность немецкой тактики в ходе тяжелых боев и научился ее парировать. Изучая тактику у немцев, мы поменяли наши методы атаки и шаг за шагом наносили им все больше и больше потери. Он также стал презирать немецкую армию, несмотря на то, что признает ее механизированную силу. Вот цитата одной из радиопередач с ним. «Я сражался с их отцами, теперь сражаюсь с сыновьями. Честно сказать, я считаю, что отцы были лучше, как солдаты». Гитлер разрушил немецкую армию. Немецкая армия сейчас это не настоящая армия, это эрзац-армия. Она одержима желанием что-то урвать. Это коммерческая армия, а не военная армия. В таких условиях качество любых войск будет атрофироваться. В августе 1941 года он находился в более разглагольствовавшем настроении. «Наша армия – это советские люди. Люди – не машины, и они не могут быть уничтожены. Люди бессмертны. Немецкая армия распадется, как только по ней будут нанесены первые сильные удары. Она – продукт безжизненной фашистской идеи и поэтому обречена на поражение». Его коллеги поддержали это презрение. Один из его офицеров, когда его спросили, какие ошибки допустили немцы под Сталинградом, ответил «Их величайшей ошибкой было позволить Гитлеру выступить стратегом». В битве за Истру севернее Москвы пехота Рокоссовского остановила настойчивые атаки немецких танков при помощи противотанковых ружей, коктейлей Молотова и ручных гранат. Там он понял, что правильно экипированная пехота все еще сильна при грамотном управлении. Это и был крупный удар в ходе контрнаступления русских. Из этих боев появился взвышающийся белокурый человек с застенчивой лукавой улыбкой, которая скрывала его самоуверенность. Он получил репутацию блестящего храброго лидера. Венцом его достижений стало его руководство Компании по освобождению Сталинграда. Силы Рокоссовского, танки, пехоты, артиллерии, авиации и кавалерии пересекли реку Дон, формируя кольцо вокруг 22-й дивизии фельдмаршала Фридриха фон Паулюса. Он предугадал точку контратаки немцев и затем в диком затяжном сражении победил мощную танковую армию фрицев под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Именно Рокоссовский подписал требование о капитуляции, направленное Паулюсу, которое было отвергнуто и привело к окончательному уничтожению сталинской группировки Гитлера. Это была величайшая победа Красной Армии, которая остается таковой по сей день. Стратегия была подготовлена ставкой верховного главнокомандующего, но тактически ее исполнил именно Рокоссовский. На этой неделе, буквально в нескольких милях к западу от кровавого поля битвы Сталинграда, Рокоссовский и его коллеги сражаются за победу Великой Красной Армии. От Ладоги и до устья Днепра фронт охвачен огнем и движением. Огонь русской девицы горит очень ярко. А Рокоссовский знает, как повезти солдата, девушки сквозь ад и вермахт. Под Орлом погиб генерал. Прошлой осенью жилистый седой полковник Гуртьев на протяжении 30 дней под Сталинградом удерживал завод баррикады. Его дивизия отразила 118 танковых и пехотных атак. Она выдержала 80 часов непрерывного обстрела немецкой артиллерии. Люфтваффе бомбил ее позиции на протяжении 320 часов. Наблюдая за пламенем, окутавшим измученную фабрику, встревоженные люди в других районах Сталинграда говорили, Степан Гуртьев – это настоящий мужик. Из 50 своих лет в армии Гуртьев провел 28. Его бойцы обожали его, но и боялись, так как товарищ командир не допускал никаких недостатков обучения, дисциплине или доблести. По пути к Сталинграду какой-то солдат уронил свою винтовку с движущегося поезда. Боясь наказания, он спрыгнул с поезда, подобрал винтовку и погнался за поездом и бежал так целых 3 мили до ближайшей станции. Когда Гуртьев услышал об этом случае, он лучезарно улыбнулся. Однажды во время боя Гуртьев оказался под завалом в пещере. Когда его выкопали, он переместил свой штаб в заводские руины внутри огромного бетонного фундамента. Оттуда он руководил обороной и постоянными контратаками. Его сибирская дивизия стекала кровью и изматывалась, но Гуртьев отказался отступать. На прошлой неделе Москва объявила, что генерал-майор Гуртьев погиб, когда вел свои войска в атаку под Орлом. Под Белгородом в бою также погиб генерал Иосиф Апанасенко, который до прошлой весны был командующим Советской Армией на Дальнем Востоке. На фото показано наступление РККА под Рославлем Брянском Харьковом. Подпись под фото «Красные ломятся вперед». Ну а теперь еще немножечко рекламы времен Второй мировой войны в исполнении Соединенных Штатов Америки. На фото самолет Пайпер с медвежонком. Произносится фраза «Впереди танки противника». Глаза наверху. Воюя по всему миру, наши истребители танков зачастую рассчитывают на помощь Пайпер Л-4, кузнечик, в нахождении танков противника. Он служит как глаза наверху. Пайпер Л-4 дает цель указания по радиостанции, руководя огнем истребителей танков. Этот самолет способен низко летать, садиться почти везде, быстро взлетать и хорошо прятаться, что позволяет использовать его в связке с пехотой, кавалерией и артиллерией. Он используется как разведчик, посыльный, транспортник и самолет управления войсками. Военные преимущества Пайпер Л-4 также найдут множество применений в мирное время. Тогда на красивом новом Пайпере вы сможете легко, комфортно, безопасно и экономно полететь на отдых или по делам. На фото воздушный бой П-38 Lightning против японских самолетов. Подпись к фото. Кислородное оборудование позволяет сделать полеты на большой высоте безопаснее для наших летчиков. Оно регулирует поток кислорода в кислородную маску пилота и позволяет совершать длительные перелеты. Во время того, что летчики называют черной пеленой, эта система будет продолжать подавать воздух и кислород летчику, таким образом позволяя ему быстрее прийти в себя. Черная пелена – это явление при высоких перегрузках, когда летчик может временно перестать видеть и даже потерять сознание. Происходит это потому, что идет отлив крови от головы в другие, собственно, части тела. Вот отличная реклама. Тут на фото мирное население встречает поезд с солдатами подпись. Послушайте звук колокола свободы. Ни для кого не новость, что железнодорожные узлы и терминалы являются военными целями первостепенной важности. Железнодорожные терминалы в Берлине, Дюссельдорфе и Бремене даже сейчас подвергаются разрушительным бомбардировкам, чтобы смягчить нацистскую Германию перед вторжением в крепость Европы. Мы все читали о характерном для Гитлера извращении железнодорожного подвижного состава для перевозки рабского труда в Рейх. И мы знаем также, что когда-то, совсем скоро, локомотивы будут кататься по европейской сельской местности, неся свободу гнетенным народам этих земель, неся свободу в лице сражающихся бойцов объединенных наций, везя с собой еду и одежду из Америки. Затем колокол локомотива зазвонит на всю Европу, неся звук нового рассвета свободы для мужчин и женщин во всем мире. Юнион Асбестас используется большинством железных дорог США для того, чтобы сохранять пар, таким образом экономят топливо, повышая комфорт для пассажиров и увеличивая операционную эффективность. Американские производители локомотивов используют Юнарко на всех локомотивах, предназначенных для службы за рубежом. Ну и последняя реклама. Единственная альтернатива для нас бежать. В дневеке одного японца, захваченного в ходе боев в южной части Тихого океана, была найдена эта откровенная запись. Наши боевые самолеты не могут подобраться к вражеской летающей крепости. Очень прискорбно, что бежать от смерти это наша единственная альтернатива. Этот конкретный воин, по всей видимости, не горел желанием умереть за своего императора. Но мы не можем предполагать, что его случай типичен для противника. Ведь многие американские солдаты могут поведать о фанатичной стойкости и жестокости среднестатистического японского солдата. Тем не менее, в откровениях из дневника есть талика правды. Она отражает превосходство летающих крепостей американских летчиков над Зеро и японскими пилотами. Наши форты многое сделали для того, чтобы разбить японцев на протяжении долгих кровопролитных месяцев после Пёрл-Харбора. И сегодня они играют ключевую роль в нарастающих наступлениях, которые медленно, но уверенно взрывают корабли и самолеты японцев, изматывая его перед неизбежным уничтожением. Среди тех, кто может испытывать персональную гордость за качество и количество воздушной мощи Америки, могут быть мужчины и женщины, работающие в Victor Company. Сбереги свои арифмометры, регулярно ремонтируя и чистя их у вашего местного дилера Victor или на одном из наших заводов. Юбилей 25 лет, Victor Works работает на победу. Ну вот такая она война глазами Соединенных Штатов Америки. Я не буду вообще никак это комментировать, мне кажется, этого и не требуется. Вы сами прокомментируете это вот там. В конце хочу сказать, что 3 февраля в Петербурге в 15.00 пройдет лекция «Реконструкция Сталинской Москвы». Она же пройдет непосредственно в Москве 9 февраля в 14.00. И поскольку я сейчас работаю над изданием своего авторского путеводителя по Невскому проспекту, то 10 и 17 февраля в 3 часа в Петербурге пройдут 2 специальных лекции, посвященных тайнам, загадкам, а также разным малоизвестным фактам из истории самой главной магистрали Северной столицы. Пушкин, революция, народовольцы, все то, что впервые совершалось в нашей стране и так далее, все это во время этих лекций. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском. Также спешу напомнить, что 2 марта концерт остросоциального ансамбля «Оса» в Москве в Пауэрхаус, 3 марта в Нижнем Новгороде Харатс Паб. Ссылки на покупку билетов точно также есть в описании под этим выпуском. И еще хочу вам напомнить, что в середине марта пройдет второй московский фестиваль «Цифровая история», который мы проводим вместе с Егором Яковлевым. Опять-таки ссылки на покупку билетов есть в описании вот там. На этом все. Комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!